Мир китайской фантастики мало знаком западному читателю. Ситуация стала меняться только в прошлом году, когда Хао Цзин Фэн стал вторым китайским писателем, получившим премию Хьюго, самую престижную награду в англоязычной фантастической литературе. Герой нашего следующего репортажа воспользовался всплеском интереса к китайским представителям этого жанра. Его англоязычный сайт с переводными романами в стиле фэнтези собирает миллионы просмотров. О проекте на грани фантастики материал моих коллег. Сама судьба предназначила Ричарду Куну стать мостом между двумя культурами. Американский студент открывает миллионам западных читателей дверь в мир китайской фантастики, который, будучи ребенком, в Китае зачитывался сам. Я всегда любил читать, с 8 лет. Китайская фэнтези мало похожа на, скажем, Гарри Поттера, но есть и общий момент – серийность. Правда, в китайских историях куда больше частей, а поэтому переводить их – непростая задача. Работа над книгой в тысячу глав занимает до двух лет. Но настрой у Ричарда Куна и его единомышленников боевой. Ведь цель – наводить мосты между китайской и американской культурой – дает энергию и вдохновляет. Очевидно, что мы многое не понимаем и не знаем про китайцев точно так же, как и они о нас. Я надеюсь, что наши переводы будут наращивать понимание между двумя культурами. Все, что сделано с душой, обречено на успех поклонникам проекта Gravity Tales. Я каждый день жду с нетерпением публикации новых глав. На занятиях вместо того, чтобы слушать преподавателя, я читаю. Не самая хорошая идея, конечно. Еще один поклонник проекта Ван Джин Шэн несказанно рад. Детская страсть к чтению фантастики получила продолжение во взрослой жизни. Сейчас, наверное, я бы прятался под одеялом с телефоном, ведь в детстве я боялся, что родители уличат меня в чтении книг допоздна. Интерес к китайской фантастики набирает обороты. Об этом говорит и статистика рекорд-сайта Gravity Tales – более 2,5 миллионов просмотров в день. Интерес американцев преобладает. Третья аудитория из США. Такие показатели Ричарда Куна радуют. Он уверен – дальше больше собирается наладить выпуск электронных и бумажных книг и привлечь инвестиции из КНР. Это абсолютно новый взгляд на фантастику, который далеко не каждый человек может вообразить. Для студента колледжа это своего рода вызов – пройти путь от идеи до реального проекта и воплотить фантастическую стратегию в реальность. Но прежде всего это возможность разделить свою детскую страсть китайскому фэнтези с миллионами увлеченных читателей по всему миру. Виктория Слепцова, CGTN